Доброго вам здравия! Добрые молодцы и красные девицы! Вернувшись из района сегодня, отмечаю, лишь двоих людей на улицах встретил без масок. Всеобщий психоз, всеобщая паника как раз и влияют на наш с вами иммунитет, на защитную силу организма, на естественную защитную силу организма, кою мы с вами должны холить и лелеять для того, чтобы быть уверенными в себе, уверенными в своем здоровье, радостными, ровными, стабильными. Один из залогов сохранения, поддержания и усиления своего иммунитета это очищение организма. Самый-самый доступный и понятный способ очищения организма это русская баня. Поэтому, возвращаясь к нашему сюжету, бывшему, где я рассказывал вам о способе парения Василия Ильяхова, моего друга, банщика, парильщика, повторим основные моменты, очень важные, их два и третий добавлю от себя. Температура в парилке должна повышаться постепенно и, как говорит Василий Ильяхов, рабочая температура в парилке 45 градусов. Кстати, Василий в скором времени будет проводить семинар и ссылка на это мероприятие будет дана под этим роликом. Вы сами сможете самостоятельно познакомиться с программой и посетить это мероприятие. Так вот, температура в парилке 45 градусов рабочая, отмечает Василий Ильяхов. Я попробовал на себе. Доложу вам совершенно другой калинкор. Почему? Во-первых, заходя в парилку, мы не чувствуем никакой разницы между тем, что было. Просто тепло и хорошо, и мягко. Во-вторых, через 10 минут вы уже покрываетесь потом, хотя, казалось бы, не жарко. В-третьих, голова никак не страдает. Обычно в парилке страдает голова и приходится ее закрывать холодными вениками и так далее. Идти на ухищрения, шапочки. Здесь шапочку, конечно, желательно одеть, но температура приятная. Что это нам дает? Такой плавный заход в парилку дает нам плавное прогревание до самых внутренностей. Нам ведь важна не бравада, кто выдержит большую температуру. Ну, что толку, если вы зайдете при 80 в парилку? Ваша кожа просто получит шоковые нагревания, закроет все поры, закроет доступ тепла внутрь организма. И в результате все те наши гости, товарищи, которых надо было бы выгнать из организма, которые выше 38 градусов не любят, они остаются в комфортной среде, для них удобной при температуре человеческого тела, а мы с вами поверхностью кожи ощущаем ожог. Нам ведь не это нужно. Нам нужно, наоборот, прогреться до такой степени, чтобы и внутри у нас было тоже 38, и чтобы всем нашим гостям, в кавычках, стало нехорошо, и чтобы они вышли оттуда. Поэтому начинаем при 45. Еще один плюс детей эта температура тоже нисколько не напрягает. Детям ведь нужна поменьше температура, чем взрослым, а при таком раскладе им впариться достаточно приятно. Потом можно постепенно повышать градус. И второе правило Василия Ляхова банная арифметика. Это сумма температуры и влажности. Как ни странно, ведь градусы с процентами обычно мы не складываем, но здесь работает такая формула. Эта сумма должна равняться 110. Если температура в парилке 50, то значит влажность должна быть 60. Если температура 60, то влажность 50. Ну, если в нашем случае 45 температура, то влажность соответственно 65. И тогда будет легко дышаться, воздух будет влажный и приятный для дыхания. Ну и третий момент добавлю от себя. Баня обязательно должна сочетаться, нагревание в парилке сочетаться с обливанием холодной водой. Желательно не более 4 градусов. Как я делаю? Набираю из колодца воды в бак. Нам на семью, на четырех человек хватает 80 литров. И мы каждый своим ведерочком обливаемся. Даже зимой выходим на снег. После того, как нагрелись в парилочке, обливаемся, льем вот сюда на головушку водичку холодную. Сначала, конечно, неприятно, но потом организм получает команду «холодно! Надо нагреваться!» И нагревается до максимально допустимой температуры, чтобы не плавились белки, до 38 градусов. То есть это еще один способ одолеть наших гостей в кавычках тех, которые изгоняются из организма при температуре выше 38. Еще один плюс такого обливания. Если наша аура, наше энергетическое тело, имеющее в идеале форму яйца, имеет какие-то пробои и дырочки, то при обливании холодной водой оно моментально опять становится правильной яйцеобразной формы. и вот таких циклов нагрев охлаждения желательно в бане сделать как минимум три, а лучше семь. И тогда организм человека, не только физический организм, но и остальные тела, тонкие тела, перезагружаются как компьютер. Если была какая-то огульная млявость и обаяковость для житья, то есть всеобщая апатия и безразличие к жизни, депрессия, не дай бог, английская тоска, то все это после вот этих кругов обливаний, нагревов, охлаждений, как рукой снимает. Пользуйтесь, пробуйте. Да, забыл вам сказать. Как узнать, прогрелись ли мы до самых печенок? Очень просто. Выходим в парилку и дышим. Если пар идет изо рта, значит прогрев глубокий, органы прогрелись. Если не идет пар, значит, увы, наверное, завысили температуру в парилке и поры раньше времени закрылись, организм не прогрелся до конца. Ну что ж, желаю всем крепкого здоровья, высокого и крепкого иммунитета. парьтесь в бане, будьте здоровы, светлого всем пути и доброй сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok